Всем привет! Была недавно распаковка многих товаров с GearBest и попала туда одна посылочка с Алиэкспресса. Это фонарик Sofirm. Он мне очень понравился. У меня вот такой вот фонарик есть. Я его покупал за 2 доллара из магазина GearBest. Я его накупил реально всей семье, всем родственникам купил по такому фонарику. Он классный фонарик для того, чтобы носить его в сумке, особенно для людей, которые не ценители фонарей. Обычный такой рабочий фонарик, можно сказать народный. Мне он очень нравится, так как я им пользуюсь. Это вот конкретный фонарик лежит у меня в сумке. И я им пользуюсь, если вечером, ночью идешь, темно, в подъезде при светителе, куда-нибудь в машине. То есть он у меня в сумке лежит, он небольшой, места не занимает. Этот фонарик понравился ребенку. Ребенок игрался вначале с большим фонарем. Сейчас, секунду. Раз уж пошла тема, вот еще два фонарика. Вот этот я покупал, наверное, лет 10 назад. На Тинни Дилл, по-моему, еще в магазине. Сейчас таких я уже не смог найти фонарей. Отличный фонарь. Он идет с 3А батарейками. Вот такой классный. И до сих пор живой сейчас. Давайте проверим. Вот работает. Все отлично с ним. Вот такой вот есть фонарик. Недавно, в прошлом году, я купил еще вот такой вот фонарь, который лупит на 300 метров. То есть он светит реально очень далеко. Освещает другие здания и так далее. Но он большой. Карман не особо положишь. Да, поэтому он не для этих целей. Питается вот одной батарейки 18650. Отличный фонарь. Как бы мне очень нравится. Вот такой вот Яги. Я покупал его без дополнительных зарядок. Там есть комплектация с зарядкой на одну батарейку. Батарейка. И, по-моему, питание сюда, как бы напрямую. И мой ребенок играется с этими фонарями периодически. Они в коридоре лежат. Он маленький еще. И берет их, играется. И часто роняет. Вот видите, уже сколы есть здесь на фонарях. И чтобы они не разбились, он облюбовал вот этот фонарик. Я решил ему подарить этот маленький фонарик. Ну, а себе выбрать что-нибудь посерьезнее, как бы подороже. Долго искал. И выбрал вот такой вот фонарик. Тоже маленький. То Sofirm. Made in China. Как бы длинное такое предисловие рассказал. Ну, распаковку мы уже сделали по ней. Давайте посмотрим, что мы тут имеем. Коробочка пуста. Так, у нас здесь пакетик с темлячком, двумя урингами и креплением, такой застежечкой. Вот. Инструкция. Инструкция, я удивился. Она с одной стороны, вот эта сторона английская. А с другой стороны, немецкая. То есть, получается, рассчитанная на немецкого пользователя. Десчнихедейтен. То есть, ну, я так понимаю, тут нету понятия, что это на немецком. Но, судя по... Я немецкий не знаю, но варнунг. То есть, я думаю, что это немецкий. И, скорее всего, я не ошибаюсь. Вот. Инструкция на двух языках. Английский и немецкий. И, судя по инструкции, тут у нас, если 14500, то она будет ярче гореть. Если обычную алкалиновую АА взять, то будет 270 люмин. Я так понимаю, да? То есть, это стробоскоп работает. Ага. То есть, получается, в два раза мощнее. Если взять 14500 батарейку вставить, то будет в два раза мощнее, чем обычная АА алкалиновая. Сколько проработает, не запуск, а running time, то есть, время работы получается. 14500 батареек будет работать в сильном режиме 1 час 24 минуты. Так, в среднем 8 часов и в слабом 73 часа. А в АА 43 часа, то есть, ну, в два раза меньше. То есть, дистанция 80 метров светит. То есть, вот такая вот пилюлина на 80 метров светит. Ну, и, 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 что там, impact resistance, не знаю, что это. АП 68, это, наверное, да, это непровокаемость, то есть, водонепроницаемый. Так, ну, и дальше тут еще какие-то там характеристики, которые мне лично не особо интересны. Пришлось немного изменить дислокацию, поэтому продолжим. Здесь. Так, по инструкции, я уже сказал, шплетская и английская. Здесь у нас идет темлячок маленький. А, ну, приглашение, то есть, стандартная открыточка. Поставьте нам 5 звезд, просит продавец. Здесь у нас идет темлячок. 15 сантиметров он от отсюда до сюда, 15 сантиметров. Вот такая вот пристежечка, карабинчик. И два о-ринга. Это запасные о-ринги. Фонарь у нас имеет защиту IP68, по-моему. Вот сам фонарь. По сравнению с этим, они размером одинаковые. Да и по весу они, наверное, одинаковые. Не знаю, ну, здесь как бы батарейка есть. Давайте сейчас проверю. Вот, снимается эта штучка. Давайте его разберем, посмотрим, что у него внутри. И потом попробуем посветить на стену. Сейчас еще не ночь, но выключу свет. И будет, я думаю, понятно, какой луч у него, как он светит. Итак, снимаем головку. О-ринг тут есть уже наклеен. Немного он силиконом смазан. Видно, немного влажноват. Ну, немного. Выкрутить у меня нечем, поэтому, да, и не хочу я выкручивать, смотреть, что там внутри. Так все выглядит очень вроде бы нормально. Вот, тоже софирм, да, написано на самой платке. Вот. Ну, выглядит все хорошо. Далее, и нижняя сторона. Тоже имеем ринг. Вот так вот все выглядит. Вот. Давайте соберу и попробуем, посмотрим, как он светит. Система. Вот так вот. Вот. Что? Вот. Что? Что? И так, долгое нажатие. Включаем и выключаем. Двойное нажатие меняет на стробоскоп. А ну еще раз. Меняются режимы. Двойное нажатие стробоскоп. И потом режимы. Просто включить и выключить. Нажать, поддержать, выключить. Вот, кстати, вот это самый слабенький свет, который есть. Давайте выключим и попробуем все режимы на... Ну, выключим свет и попробуем все режимы на стене. Расстояние до стены где-то 2-3 метра. И так, включаем. Вот это мы просто включили. Слабенько сейчас. Вот так просто это мы включили на минимальный свет. Вот рядом я сделаю свет. Это фонарь, который мой старенький, 2-баксовый. Вот так он делается. И вот так вот он уменьшается. Этот мы включили просто на режим слабый. Теперь следующий режим. Поярче. Вот так это выглядит. И самый яркий. Уберу, чтобы не мешал. Вот. То есть, намного ярче. Он, наверное, раз в 10 ярче, чем старый мой фонарь. Вот. И давайте посмотрим, как работает стробоскоп. Сейчас. Вот так выглядит, если прицепить, его помещается в карманчик для зажигалки тоже можно. Компактный, удобный. Компактный, удобный. Все работает. Все отлично работает. Делаем стробоскоп в стакане. Тун-трун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Все обляпал я водой. Ра-ра-ра. Ну и подводя уже итоги окончательные. Фонарь действительно отличный. Я им с удовольствием буду пользоваться. Кому интересен, ссылка в описании. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До новых встреч и удачных покупок! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...